Гибель в обоих мирах К скверным последствиям грехов относится то, что они несут рабу Аллаха погибель в этом мире и в мире вечном Грехи — это недуги, которые, одолевая человека, неизбежно губят его Тело не может быть здоровым без пищи, которая сохраняет силы его И извержение скверных веществ и субстанций, которые, одолевая тело, портят его И воздержание, которое предполагает отказ от приема всего, что причиняет беспокойство И от чего есть основания ожидать вреда Так же и сердце Оно не может жить без питания, веры и благих деяний Которое сохраняет силы его Извержение скверных веществ и субстанций посредством искреннего покаяния И воздержание, помогающего поддерживать здоровье и избегать того, что противоположно ему Ибо воздержание представляет собой отказ от использования того, что несовместимо со здоровьем Богобоязненность объединяет в себе эти три вещи И упущение в них — это упущение в богобоязненности Если мы уяснили это, то грехи являют собой противоположность этим трем вещам И они приносят с собой вещества, причиняющие вред И влекут за собой смешение, противоположное воздержанию И мешающее извержению вредного посредством искреннего покаяния Посмотрите на тело больного На него наседают скверные субстанции и болезненные элементы И он не извергает их и не воздерживается от них Так откуда же будут у него здравие и жизнь? И прав был сказавший Всего, что телу вред причиняет, ты сторонишься Лишь потому, что боли не сильной боишься Разве не следует так же тебе от грехов воздержаться Из-за страха однажды в аду из-за них оказаться? Если человек сохраняет силы посредством исполнения веления Аллаха Применяет воздержание посредством соблюдения его запретов И извергает вредное посредством искреннего покаяния То он стремится ко всякому благу и бежит от всякого зла А Аллах тот, кого просят о помощи Наказания, установленные шариатом Если тебе не внушают страх эти наказания И ты не ощущаешь их воздействия на свое сердце То задумайся о наказаниях, которые установлены за определенные преступления Аллахом и его посланникам Мир ему и благословение Аллаха Речь идет об установленных шариатом наказаниях И их применение является прерогативой официальных властей Известно, что вору отрубают кисть за кражу чего-то стоимостью более трех дирхамов И предписывается отсекать кисть и ступню тому, Кто нападает с целью грабежа на дороге на человека Имущество и жизнь которого неприкосновенны И полагается бичевать спину того, кто возводит клевету на целомудренного А также за небольшое количество опьяняющего, выпитое человеком И предписывается отвратительная казнь через побивание камнями За введение даже головки полового члена в запретное лоно Это наказание облегчается тем, кто ранее не был облагодетельствован Возможностью состоять в браке Такому казнь заменяется сотней ударов И изгнанием на год из родных мест И человеку грозит отделение головы от тела За вступление в половую связь с близкой родственницей А также за оставление обязательной молитвы Или произнесение слова неверия И предписывается казнить замужеложство и скотоложство И того, кто это делает, и объект действия И посланник, да благословит его Аллах и приветствует Даже выразил желание предать огню дома тех, кто не является на коллективной молитвы Есть и другие наказания, установленные за определенные преступления По мудрости своей Всевышний связал их с тем, что побуждает человека к совершению этих преступлений И с тем, что удерживает от них Если говорить о преступлениях, в которых сдерживающий фактор относится к числу естественных И человек по природе своей не испытывает склонности к их совершению То в них Всевышний Аллах ограничился запретом и воспитательным наказанием Не установив за их совершение конкретного шариатского наказания Это, например, поедание экскрементов, употребление в пищу крови и мертвичины Что же касается того, к совершению чего человек склонен по природе своей То за совершение этих действий Всевышний установил наказания, соответствующие в ряду от самого действия И степени природной склонности человека к его совершению Поскольку склонность человеческой природы к прелюбодеянию относится к числу самых сильных То и наказание за его совершение сурово, прескверная казнь А облегченное наказание – бичевание и временное изгнание Поскольку мужеложство представляет собой двойное преступление То оно карается смертью в любом случае И поскольку склонность к воровству в человеке сильна И вред, который это преступление наносит, значителен Было предписано отсечение кисти Задумайся же над смыслом, заключенным в том Чтобы лишить человека именно того инструмента, которым он совершил преступление Точно так же разбойник, грабящий на дорогах Лишается возможности пользоваться кистью и ступней, которые являются его инструментами Однако клеветника не лишают возможности пользоваться языком, которым он совершает свое преступление Поскольку вред от лишения человека языка превышает тяжесть его преступления Поэтому в случае с ним предписано ограничиться наказанием, болезненным для всего тела – бичеванием Кто-то может сказать, почему же у прелюбодея наказание не затрагивает органы, которыми он совершает преступление Причин несколько Во-первых, вред от оскопления преступника превышает тяжесть преступления Поскольку оно лишает человека возможности иметь потомство и ставит его жизнь под угрозу Во-вторых, половые органы сокрыты от посторонних глаз И их отсечение не может стать предостережением и сдерживающим фактором для других замышляющих подобное преступление В отличие от отсечения кисти В-третьих, после отсечения кисти у человека остается вторая, которую он может использовать вместо утраченной В случае же с половыми органами это невозможно В-четвертых, совершая прелюбодеяние, человек испытывает наслаждение всем телом Поэтому и наказание должно распространяться на все тело И это лучше, чем подвергать наказанию только какую-то конкретную часть его тела Установленные шариатом наказания, совершенные по своей природе Являются оптимальными с точки зрения разума и отвечают интересам самого человека Таким образом, за грех либо полагается установленное шариатом наказание в этом мире Либо Аллах наказывает его в соответствии со своим предопределением Иногда Аллах объединяет для человека оба наказания, а иногда избавляет от обоих наказаний тех, кто раскаивается и вершит благие деяния Два вида наказаний Наказания за грехи бывают двух видов Установленные шариатом и просто предопределенные Всевышним Если применяется установленное шариатом, то человек избавляется от наказания, предопределенного Аллахом Либо оно облегчается ему При этом почти не бывает такого, чтобы Всевышний Господь подверг своего раба двум этим наказаниям Это происходит лишь в тех случаях, когда одного наказания оказывается недостаточно для того, чтобы устранить последствия греха И избавить человека от недуга, вызванного им Если шариатские наказания не применяются, то преступника постигают наказания, предопределенные Всевышним Которые могут оказаться более суровыми, чем установленные шариатом, а могут оказаться менее суровыми Однако эти наказания постигают разом многих Тогда как наказания, установленные шариатом, применяются в индивидуальном порядке Ибо поистине Всеблагой и Всевышний Господь предписал подвергать установленным шариатом наказанию Только самого преступника или того, кто стал причиной совершения преступления Что же касается наказания, предопределенного Всевышним, то оно бывает общим и индивидуальным Ведь поистине, когда грех сокрыт, то он не причиняет вреда никому, кроме совершившего его А когда он получает огласку, то причиняется вред и конкретным людям, и обществу вообще Если люди видят порицаемое, то никто из них не старается изменить его Если люди видят порицаемое, но никто из них не старается изменить его То Аллах может подвергнуть наказанию их всех Как уже было сказано, Всевышний Аллах установил шариатские наказания, соответствующие тяжести преступления и природной склонности человека к его совершению Всевышний разделил их на три категории Это казнь, отсечение части тела и бичевание Казнь связана с неверием и преступлениями, стоящими близко к нему И следующими за ним по своей тяжести Это прелюбодеяние и мужеложство Поскольку неверие портят религию, а эти деяния портят фамильную принадлежность И негативно влияют на род человеческий Имам Ахмад сказал Не знаю я после убийства греха более тяжкого, чем прелюбодеяние И в качестве подтверждения к этим своим словам Он привел хадис Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах О том, что он спросил, о посланник Аллаха, какой грех самый тяжкий Он ответил, когда ты приравниваешь кого-то к Аллаху, при том, что он сотворил тебя Он передает Я спросил, а затем какой? Он ответил, когда ты убиваешь своего ребенка, потому что опасаешься, что он будет есть вместе с тобой Он передает, я спросил, а затем какой? Он ответил, когда ты совершаешь прелюбодеяние с женой соседа И Всевышний Аллах не спасал подтверждения этому Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, не имея на это права и не прелюбодействуют Сура развлечения, аят 68 Передали Аль-Бухари, Муслим, Ат-Тирмизи А то, что Аллах является Творцом, подразумевает, что лишь Он может быть твоим Господом и Богом И только Он достоин того, чтобы ты поклонялся Ему Аль-Мунауи сказал, что к жене соседа приравнивается также его невольница, а также дочь или сестра, поскольку сосед имеет право на то, чтобы сосед не поступал вероломно по отношению к нему в том, что касается членов его семьи Файд-Аль-Кадир Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал самое тяжкое из каждой категории, дабы его ответ соответствовал вопросу, который ему задали Ведь его спросили о самом тяжком грехе, и он дал ответ, включающий самые тяжкие грехи в каждой категории Величайшая разновидность предавания Аллаху за товарищей, ширк, когда раб Аллаха приравнивает кого-то к нему Самая тяжкая разновидность убийства, убийство собственного ребенка из опасения, что он будет есть и пить вместе с тобой Самая тяжкая форма прелюбодеяния, это прелюбодеяние с женой соседа, потому что такое прелюбодеяние отягощается нарушением различных прав Прелюбодеяние, совершаемое с женщиной, у которой есть муж, более тяжкий грех и заслуживает более сурового наказания, чем прелюбодеяние, совершаемое с женщиной, у которой нет мужа Поскольку пятнает честь мужа и приписывает ему потомство, которое на самом деле не его Есть и другие скверные последствия прелюбодеяния, совершаемого с замужней женщиной Это более тяжкий грех и более серьезное преступление, чем прелюбодеяние, совершаемое с незамужней женщиной А если муж является еще и соседом прелюбодея, то к греху добавляется и нарушение обычаев добрососедства, и нанесение глубочайшей обиды соседу А это относится к числу тяжких грехов Известно, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Не войдет в рай тот, чей сосед не чувствует себя в безопасности от его зла Передал муслим А нет зла большего, чем совершение прелюбодеяния с его женой И прелюбодеяние, совершенное с сотней незамужних женщин, менее тяжкий грех пред Аллахом, чем прелюбодеяние с женой соседа А если сосед этот приходится прелюбодею братом или другим родственникам, то к преступлению добавляется еще и разрыв родственных связей То есть грех становится тяжким вдвойне Если же сосед отсутствует, и причиной его отсутствия является покорность Аллаху, совершение молитвы, приобретение полезного знания, усердие на его пути, то тяжесть греха увеличивается Совершившего прелюбодеяние с женой усердствовавшего на пути Аллаха Поставят в судный день перед ним и будет сказано Бери из его благих дел сколько пожелаешь Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал И что вы думаете об этом? Передали муслим Абудаут То есть, как вы думаете, оставит ли он ему что-то из его благих дел После того, как ему будет позволено взять из них сколько пожелает И это в обстоятельствах, когда даже в одном благом деянии потребность будет очень велика И отец взыщет с сына, а друг с друга И никто из них не станет прощать другому то, что причитается ему Если же с женщиной, с которой он совершает прелюбодеяние Прелюбодея связывает родство То сюда добавляется и разрыв родственных связей Если сам прелюбодей из тех, кто состоит Или когда-либо состоял в браке То это отягощает его грех Если же он уже человек в годах То грех становится еще более тяжким И он относится к тем троим С которыми Аллах не заговорит в судный день Не очистит их И ему готово на мучительное наказание Посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сказал С тремя не заговорит Аллах в судный день Не очистит их Не посмотрит на них И ему готово на болезненное наказание Это пожилой прелюбодей Лживый правитель и высокомерный бедняк Передали муслим Аннасай Если же прелюбодеяние совершается В заповедном месяце Или на священной земле Или в благодатный период времени Коим относятся, например, время молитвы И периоды, в которые мольба не остается без ответа То это делает грех еще более тяжким Задумайся же о скверных последствиях грехов И о тех обстоятельствах, которые делают грех и наказание Еще более тяжким Аллах – тот, кого просят о помощи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok